Мои дамы и господа, я так представляю вам участников первого боя турнира RCC-8. Let me present you fighters. Fighter Andy Blue Conor from St. Petersburg. He is 27 years old. 165 centimeters tall and weighing in. 64,40 килограмм. His professional record. Three fights, two wins and one loss. Синего-глубоец из города Санкт-Петербург. Ему 27 лет. Рост 165 сантиметров, вес 64 килограмма, 400 граммов. Professional record. Три боя. Две победы, одно поражение. Представляет бойцовский клуб ROOP Boxing и North Training MMA Юрий Сакипа. Fighter Andy Red Conor from Yekaterinburg. He is 23 years old. 182 centimeters tall and weighing in. 66,30 килограмм. His professional record. Two fights. One win, one loss. В красном углу. Боец из города Екатеринбург. Ему 23 года. Рост 182 сантиметра, вес 66 килограммов, 300 граммов. Профессиональный рекорд, два боя, одна победа, одно поражение. Представляет бойцовский клуб Архангел Михаил. Приветствуйте Иван Бондарчук. Рефери в октагоне. Георгий Томаев. Бойцы на середину. Так, парни, вы профессионалы, правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаем внимательно команду рефери. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Чуть назад. Дорогие друзья, антропометрические данные спортсменов на ваших экранах гораздо выше, кстати, Иван Бондарчук. И помладше на 4 года у своего соперника. Но надо отметить, что это у нас двухраундовый поединок. Два раунда по 5 минут. Единственная на турнире. Такая дистанция, да. У нас будут бои по кикбоксингу. Они будут 3 по 3. И 3 по 5. Плотно начинает работать ногами Юрий. Пытается так разбивать ноги своего соперника. Бондарчук занял центр. Клетки. Хороший длинный правый прямой. Ну так можно сказать на правах хозяина Бондарчук. Абсолютно знакомая ему арена. Хороший лоу-кик снова попадает Иван. Какие, да, заметно, насколько выше Иван своего соперника. И не пытается Иван встречать, что позволяет ему длина его рук. Прямо именно на лоу-кик. И мощный лоу-кик справа доносит Иван. Здесь, кстати, для Бондарчука очень полезный, скажем так, удары ногами. В том плане, что на дистанцию он может ими стрелять очень хорошо. Причем удар коленом не показалось. Сейчас достиг цели, но несмотря на это... Причем сейчас приподнял, чтобы тот по сетке не поднялся. Забрал спину. Сейчас Юрий будет бросать, возможно? Удастся ли это сделать Ивану? Ну, да. Очень длинные ноги у Ивана как раз. Он будет их широко расставлять. И, я думаю, стараться не дать себя перевести. Пытается, пытается здесь развернуться лицом к своему сопернику. Все-таки Бондарчук подключает локти. Очень сложно Сакипову даже поднять соперника, потому что очень длинные ноги у Ивана. И, получается, его высоко надо поднимать. Просто рычагов не хватает здесь Юрию Сакипову. Но, смотрите, как вывернулся и пытается. Сейчас забрал практически шею. Просто непонятно, насколько плотно это делает. Вроде не душит, судяю, потому что я вижу. Бондарчук пока спокойно справляется, но на выходе пропустил колено. Но сейчас нужно ему отстреливаться. И чувствуется, что так вот это немножко работа подзакислила здесь Юрия. Видно, что он встряхивает руки. На один лоу-кик аж тремя ударами отвечает здесь Иван. Попытка локти локоть. Да, и тут же лоу-кик. Правый лоу-кик очень здорово попадает Бондарчук. Пока хорошо перехватывает, мне кажется, Сакипов чужие атаки. Ему хватает скорости, да, и он быстро достаточно смещается на ногах. И забыл про хай-кики с дистанции сейчас Бондарчук. Был лоу. Но голову не работает своими длиннющими ногами. Он такой длинный-длинный, как рельса джеб пробивает здесь Бондарчук. Ну, даже визуально просто намного длиннее руки и ноги. Ну, как будто бойцы из разных листовых категорий, а то и через одну. На него, Юра, качай на него, Юра, на него! На отходе попал здесь рукой. Отличный удар коленом здесь включает Бондарчук. Сакипов пока что делает все абсолютно правильно. Пытается сокращать дистанцию, подходить ближе. А работает достаточно быстро, ну и старается не оставаться. Разрывает ее после этого. Но первый раунд пока очень близкий, кстати. Я бы не сказал, что у кого-то прям все получается здесь. Длинный-длинный прямой все-таки достигает цели от Бондарчука. Неприятные-неприятные вот эти кроссы. Летят с такой... О, вот хай-кик, про который я говорил, но при этом перевод от Сакипова. Тейк-даун удается Юр. Поднимается и выдергивает ноги из-под соперника Сакипова, но тут же подскакивает Бондарчук обратно. И не отдает пока Юрий, да, это позиция. И снова пытается вытащить Юрий с ноги из-под соперника. Опорную уже забрал. Здесь будет пытаться перевести, но вот не получается в партер окончательно стащить здесь Бондарчука. А Иван удается здесь подниматься, но снова Альпаев опуст попадает, получается, здесь Иван. Будет пытаться руку на волевой забирать, мне кажется, Сакипов, нет? Ну, смотрите, оказывается, сверху уже здесь Бондарчук, и при его габаритах это очень опасно. Отличное положение для Ивана, эти удары не видит Юрий. А время еще есть. Будет ли попытка забрать все-таки спину здесь? Отличные колени по бедрам. От Бондарчука и колено, и голову дотягивает. А им хватает габаритов, и ухватает рычагов. Да-да-да. Ну, то есть в такой ситуации обычно спортсмены одинакового роста коленом в голову. Тяжело. Два-три удара на выходе попадает Иван. И, мне кажется, немножечко потрясен сейчас Сакипов. Ему бы дожить этот раунд, потому что очень неприятно. Я пока вы ее пропустил. Кому тяжело, друзья. Так отворачивается здесь. Не очень хорошо Юрию сейчас. Отлично. Иван концовку раунда так очень активно проводит. Очень. Я, ну, будем откровенны, забрал концовку. Забирает, забирает. И, смотрите, снова попадает справа. Ну, ладно. БС готов. БС готов. Второй раунд. Бой. Все, двигайся. Минуту она подвижена. Ну, что, друзья. Второй раунд. Второй раунд, да, у нас Бондарчук против Сакипова. И, судя по всему, Бондарчук решил доделать то, что не доделал в первом раунде. Он был очень близок к тому, чтобы закончить досрочно. Он сразу пошел вперед. Тут вопрос, насколько восстановился Сакипов. Да. Потому что если он сейчас еще силовые боковые начнет пропускать. Ну, вот снова попадает справа здесь Бондарчук. Пока не подключает он свои длинные и мощные лоу-кики. Вот, подвигайся. Подвигайся, подвигайся, подсказывают из угла здесь Юрию. Ну, абсолютно верно подсказывает, я считаю. Бондарчик меняет стойку. Ну, видно, да, согласись, коллега, насколько Юрий пока просто конфронтации избегает. Да, он чувствуется, что недовосстановился. Берет паузу определенную. Тут каждый удар ему очень тяжело чувствуется. Снова двойка от Бондарчука, да. Ну, видно, видно, что большой-большой урон нанес Бондарчук в концовке первого раунда. Ну, пока Иван очень сильно-то не обостряет, но постоянно тревожит соперника своими ударами. Может быть, Бондарчук думает, что это такой, ну, то есть, финг, скажем так. А вот смотрите здесь так. Оказался спиной своего соперника Бондарчук. Удастся ли ему заправить ноги? Вот не видно мне, к сожалению, что там с руками. А, ну, да, придерживает руки соперника здесь Сакипов, не дает себя душить. Контролируй руку обязательно. Покойно. Покойно. Ну, сейчас отвернуться. Контролируй руку. А вот сейчас можно придушить, нет? Нет, вторая, вторая рука заблокирована, я вижу, да. Одной рукой здесь, конечно, не задушишь. Мы слышим ее за углом. А вот теперь закрыл. Да, и достаточно плотно. Да, 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 это был четкий замок на шею, и Иван Бондарчук делает свой профессиональный рекорд положительным. Мы на этой борьбе, по-моему, с субмиссией Иван Бондарчук! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.